Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Трио, и сегодня мы поговорим об известности, о способах получения известности, о максимальном уровне и о возможном максимальном уровне, в принципе, в неделю, так как имеются некоторые ограничения и у людей всегда есть вопросы в среду, какой левел максимальный текущий, как прокачать и всё такое прочее. Я хочу в этом видосике просто всё рассказать, чтобы, посмотрев его, вы знали ответы абсолютно на все вопросы, но если они останутся, то, само собой, можете задать их в комментариях. Начнём же. Что такое вообще известность? Известность — это новый параметр, который просто-напросто прокачивается в Варкрафте, в вашем ковенанте, и вы получаете различные бонусы, награды. Первый бонус — это доступ к новым талантам у медиумов. То есть, если мы откроем интерфейс нашего ковенанта, если мы откроем нашего медиума, то тут имеются различные заблокированные ячейки на текущий момент. И для того, чтобы их разблокировать, нужно просто-напросто апнуть нашу известность. Ну а также для получения новых медиумов нужно прокачивать известность, само собой. Вторая награда — это увеличение уровня предметов для наград за локальные задания. Все мы любим локалочки, все мы их делаем, конечно же, ради прокачки репутаций. Вот. И мы получаем различные вещицы. Этим-левел их от и до идёт какого-либо. Немножко зависит от вашего этим-левела. Но в тот момент, когда вы прокачиваете известность, то эти шмоточки тоже растут в этим-левеле. Что, в принципе, приятно для твинков, например, с целью того, чтобы просто-напросто какой-нибудь слот заменить. Третья награда финальная — это различные боевые питомцы, средства передвижения, звания, какие-либо предметы для трансмагрификации. Например, уникальные плащи в вашем ковенанте, иллюзии для оружий и различные сетики брони. То есть мы это всё можем посмотреть во вкладке «Известность». Просто-напросто пролистываем и смотрим все награды вообще, которые мы, в принципе, получаем. То есть тут и улучшения для медиума, и винтирский камень грехов, который является трансмагом для плаща, и новый спутник. И всё-всё-всё абсолютно можно глянуть. Также имеется легендарная мощь. Воспоминания о жертвовании здоровьем на 14-м левеле абсолютно у всех ковенантов. Если вам интересно, какие награды у каких ковенантов вообще имеются, то делал я отдельных 4 видосика, и в каждом видосике по каждому ковенанту всё было рассказано. В плейлисте по Shadowlands эти видосики имеются. В тот самый момент, когда стартует среда, когда стартует новая неделя, в 10 утра по московскому времени появляется системное сообщение о том, что ежедневные задания обновились. Ну и мы прекрасно понимаем то, что еженедельные различные задания тоже обновились, и мы можем получать известность вновь. Три новых левела. Способы получения крайне просты. Мы делаем сундучок, призывы на текущий момент, это так называется механика. Мы можем убивать боссов, например, в героической сложности, в мифической сложности, в самых обычных подземельях. Убив последнего босса, вы получите баджик на повышение уровня известности. Также в тот момент, когда вы завершаете кампанию ковенанта, одну из глав, вы тоже получаете плюс один левел известности. Ну и есть недельный квест у каждого ковенанта, который требует получения тысячи единиц аниме. В тот момент, когда вы сдаёте этот квестик, вы тоже получаете один уровень известности. Надеюсь, этот видосик будет актуален не только в момент загрузки, но и на протяжении всего Shadowlands, люди будут хотя бы периодически покликивать его и смотреть абсолютно все различные ответы на вопросы и понимать вообще механику известности. Поэтому стоит поговорить о том, как действовать людям, которые, например, только оплатили свою подписку и уже имеют наименьший уровень известности по сравнению, например, с активными игроками. Активные игроки, которые заходят хотя бы раз в неделю, на текущий момент имеют шестой уровень известности. Это максимум на текущую неделю. Текущая неделя — это 3 декабря. Вот. И то есть игрок, зайдя в игру, будет иметь первый уровень известности, ему просто-напросто нужно будет сделать все активности, и он прекрасно догонит нас. Эта механика сделана просто идеально. И то есть, например, когда у нас уже будет 40-й, и вы зайдёте там на Твинка, или там вы только-только оплатите подписку, вам нужно просто-напросто делать вообще всё, что только можно. И в целом, я думаю, вы быстро догоните. Ну, то есть героические подземелья, да, их будут, может быть, немножко усложнять по мере роста контента, но, в принципе, это будет всё легко. Призы выдаются раз в день, главы компаний будут прокать часто при большой прокачке известности. В общем, да, получить 40-й уровень известности будет не так-то тяжело. Ну, или, например, просто-напросто вы хотите получить награды с другого ковенанта. Что, кстати, тоже неплохо. Так что прокачка известности для отстающих персонажей сделана просто идеально. В названии видосика я написал ещё о достижениях. Давайте посмотрим достижения, которые даются за уровень известности. Их мало, увы. И найти бы их тут вообще в принципе. Они тут где-то были, да. Дорога к известности. Это получение 10-го уровня известности. Но я думаю, это не финальный ачив. Будет ещё ачив на 20-й уровень известности, на 30-й. Ну и скорее всего на завершающий, 40-й. А может быть каждые просто 5 уровней будут давать нам ачивочку. Посмотрим? Посмотрим. А в момент записи этого видосика собрал рядом с собой много людей. Вокруг брутозавра. Что в принципе неплохо. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги. Мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Продолжение следует.